Партнер рубрики «Без границ» экспертно-строительная группа «СтройЭксп» – строительная экспертиза, обследование зданий и сооружений, теплотрасс, в том числе и тепловизионная с помощью профессионального оборудования. Окленд образовался благодаря слиянию пяти небольших населённых пунктов. Его одновременно омывают Османово море и Тихий океан. Это место известно своими образовательными программами для иностранцев. Школьница Инна Грищенко выбрала Окленд для обучения английскому языку. Весь июнь девушка провела в языковой школе. И наш первый месяц лета совпадает с началом зимы в Новой Зеландии. Я попала в их зиму. Градусов 13, может быть, чуть меньше. Там такая погода, что дождь – нормальная погода, дождь – нормальная погода. Я очень была удивлена. Есть такая пословица – если вам не нравится погода в Окленде, подождите 15 минут, и она изменится. У берегов Окленда проходила знаменитая экспедиция капитана Кука. Именно это путешествие положило начало периоду активного освоения островов европейцами. В то время этот регион населяло древнее поленезийское племя – маори. Сегодня местные оклендцы уживаются с потомками этого народа. Вернуться на 800 лет назад в культуру маори можно в городском музее. На первом этаже там всё посвящено. Маори, как они жили, их орудия труда, какие-то украшения и тому подобное. Лодка, допустим, есть такая стоит. Она подсвечивается, сделана внизу, как будто там море. И лодка эта стоит. Очень, конечно, красиво. Скайтауэр – самое высокое здание Новой Зеландии. В этой радиобашне есть сразу две смотровые площадки. На высоту 220 метров. Инна с друзьями поднималась в прозрачном лифте. На вершине – один из самых экстремальных аттракционов в стране. Прыжок вниз с тросом. Люди прыгают, они вот выходят и прыгают со всей этой высоты. Они не боятся. У них вот такой вот тоненький, по мне, я смотрю, там ниточка какая-то. Они прыгают с этим тросом, замирают на определенной высоте и отправляются дальше в свободное падение. Скрыться от суеты можно в зелёных парках. Альберт-парк – любимое место студентов. Зелёный уголок образовался в университетском городке. Эта территория была оборонительным постом города во времена гражданских войн. Поднимаешься, и там есть такое вот дерево, ну, очень интересное. Оно, получается, внутри у него, можно залезть и сидеть там. Окленд – мировая столица яхт. На набережной кипит жизнь. Почти каждый день здесь проходят регаты. Не угасает и ритм в центре города-миллионника. Но сами оклендцы предпочитают жить в пригороде. Инна остановилась у семейной пары в спальном районе. Уютные домики в ряд, и люди там не пытаются спрятаться за высокими заборами. Такой забор, да его перешагнуть можно. Вообще так непривычно, потому что люди не боятся преступности. Я домой шла, там 6 часов, там уже никого на улицах нету, вот именно в этом спальном районе, там никого. В городе, да, в городе люди. Там автобусы, не автобусы, машины, такси, всё ездит. А там вот редкая машина проедет, и всё. Месяц жизни Инна провела, как обычный окландский подросток. И в будущих планах героини вернуться в эту страну, но уже студентом. Партнер рубрики «Без границ» экспертно-строительная группа «СтройЭксп». Строительная экспертиза. Обследование зданий и сооружений. Теплотрасс. В том числе и тепловизионная с помощью профессионального оборудования.